Сегодня в новостях. Телеграм в России, новый процессор от QL.com, а также от Intel. Ну и всем привет, я Макс и перейдем к IT-новостям за 3 апреля. Закроют ли Телеграм в России или можно не беспокоиться? Как многим уже известно, Роскомнадзор на этой неделе грозится обратиться в суд, чтобы закрыть на территории России доступ к Телеграм. На днях адвокат Телеграм официально ответил, что они не смогут, даже если бы могли, предоставить Федеральной службе безопасности России ключи шифрования к сообщениям пользователей, так как все переданные сообщения в секретных чатах никогда не сохраняются на серверах. В общем, мессенджер физически не имеет доступ к сообщениям пользователей. Кстати, подобный ответ дали и Viber. В итоге, что мы имеем сегодня? А то, что компания Телеграм не собирается сдаваться и опускать руки. 16-ядерный мобильный процессор от компании QL.com. О данном процессоре появилась информация в китайских соцсетях. И предупреждаю, что она может быть неправдивой. Но всё же, на данных скриншотах пишется о процессоре Snapdragon 841, в котором находится 16 ядер. Тактовая частота составляет 2,3 ГГц. Но неизвестно, сколько именно ядер будет работать на подобной частоте. А графическое ядро здесь установлено Andreno 630. Судя по тестам, процессор показывает чуть ниже результаты в одноядерном режиме, нежели Snapdragon 845. Что и логично. А вот в многоядерном режиме он показывает значительно лучшие результаты, чем нынешнее поколение. Если быть точнее, на 2000 опережая его. Когда появятся смартфоны на данном процессоре, пока что, конечно, неизвестно. Ну, может быть в конце этого года. Может быть даже чуть раньше. Intel представили процессор для ноутбуков Intel Core i9. Сегодня компания представила первый процессор для ноутбуков семейства i9. По характеристикам он имеет 6 ядер и 12 потоков. А частота процессора в турбо режиме составляет 4,8 ГГц. Компания сообщает, что процессор с дискретной графикой на 41% показывает большие кадры в играх, нежели другие процессоры для ноутбуков от компании. А также позволяет комфортно редактировать 4К видео на ноутбуке. Первым ноутбуком на данном процессоре станет MCI GT75 Titan. Но он будет иметь и отдельную видеокарту. Ну и напоследок перейдем к вашим вопросам. Когда появится флагман HTC? Флагманом станет HTC U12+. И насколько мне известно, его анонс стоит ожидать в мае этого года. Следующий вопрос. Почему не рассказываете про Mi Band 3? Но данный браслет официально представили или нет, мне лично неизвестно. Но информация в русских новостях об этом ходит. Но я проверял и о данном браслете ни на китайском сайте Xiaomi, ни в китайских новостях нигде не обсуждается. Вероятно, я, конечно, этого не знаю и был какой-нибудь закрытый анонс. Но это не точно. А также в продажах данного устройства нигде нету и пока неизвестно, сколько оно будет стоить. Ну а когда оно действительно будет официально анонсировано, я обязательно о нем расскажу. Ну а на этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. Если вам понравились новости, жмите лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте кнопочку звоночек, чтобы не пропускать свежие видео. Ну а также подписывайтесь на наш телеграм, там будут новости в текстовом варианте. Удачи всем и пока. Субтитры сделал DimaTorzok